Дом литераторов, или Клуб писателей. Вот сейчас будет представление. И мы с радостью посмотрим в памяти Михаила Задорнова. Называется «Аплодируем стоя». Ведущий Леонг Измайлов. Прекрасное место, с остатками роскоши. Деревянная мебель, шкафы, зеркала, люстры. И много очень любителей творчества Задорнова. Перед началом спектакля, посвященного Задорвену, такая масса народа, любителей его творчества, это вот еще до звонка. Вот на стенах все члены Союза писателей. Многие из них, по крайней мере, вся история советской литературы. Полный зал народа. Дом, центральный дом литераторов. Дом, центральный дом литературы. Просто зааплодировали. Но если честно говорить, я рассчитывал на большее. Уважаемые зрители, если вы, все, кто будет выходить на сцену, будете встречать такими жидкими аплодисментами, у нас ничего не получится. А артисты, если им не аплодируют, они не выступают. Плохо выступают. Поэтому давайте я объявлю, и вы меня уже встретите как родного. Ладно? Итак, писатель-сатирик Леон Исмайлов. Ура! Вот это уже более-менее так звучит нормально. Теперь давайте... Поэтому мы все здесь сегодня собрались. И я, наверное, особенно люблю, потому что я продружился с ним 48 лет. Не больше, не меньше. Вот. И могу сказать вам, что он был очень веселым человеком. Поэтому я хотел бы, чтобы этот вечер сегодня был тоже веселым, с юмором, со смехом, с улыбками, с вашими бурными аплодисментами. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 тайнами, в купе вленчат гитарами, а Ленка курит в тамбуре и смотрит в ночь такую ночь, чтоб поскорей бы утро, иначе поздно чем-нибудь помочь. Такой странный Ленка человек. Стоит и молча кается, и не реветь пытается, проклинает айс, что в этот мир меня принес, ужасно глупый айс, ему прилететь не в этот век. Солнцу, пожалуйста, ветру, пожалуйста, шпалы за поездом пересчитай, только, пожалуйста, только, пожалуйста, Ленка, прошу тебя, не уезжай. Вот видишь, там горит моя звезда. Ты спишь дождями светлыми, с полынью или вербами, с маля...